Всем привет, я Кирилл Нечаев, блогер, музыкант. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, Instagram, TikTok, ЖЖ, все соцсети, какие есть, номер Аськи, скину в комментариях. Так как специфика моего канала в том, что я перепеваю известные хиты другими голосами и делаю каверы, то ребята приготовили мне задание, что прямо сейчас я буду угадывать, оригинальный это саундтрек или кавер. Так что поехали. Это звезда родилась, это кавер, потому что это же ремейк, наверное, фильма, наверное, это кавер? Нет, нет, подождите, подождите, нет, 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 а вдруг эта песня оригинальная? Вдруг это, ну я точно знаю, что этот фильм это ремейк фильма, то есть это не оригинальный фильм. Но по поводу песни, я вот не знаю, была ли эта песня тогда уже или она придумана? Нет, пусть это будет оригинал, все. Ой, все, слава богу. Это великий Гэтсби фильм, это кавер на Бейонсе, на песню Бейонсе. Это не оригинал, 100%. А песню я не помню. Don't look so crazy right now. Что-то там crazy, crazy, по-моему, называется, да? Crazy? О, ну я умный получается. Это я знаю. Ну конечно, конечно. Это фильм «Телохранитель». Это кавер на старую песню. Я не помню, кто ее пел. Какая-то американская исполнительница. И кавер сделала, собственно, Уитни Хьюстон. Да-да. Это фильм «Рокки». Песня называется «Eye of a Tiger». И это оригинал, мне кажется. Фух, да что ж такое? Так, это из «Рико и Морти» что-то, да? Я эту песню вообще не помню, но мне кажется, что что-то похоже на Нирвану, как будто что-то такое. Но я не помню эту песню. Сейчас будет «Пальцем в небо». Пусть это будет кавер. Давайте перепишем. Это оригинал. Да-да. Блин, вот так же шел хорошо. Это как саперы прям. Ладно. Песня, я помню, был клип еще про птичку Калибри, был такой сделан. Мне кажется, что это оригинал, наверное. А может и нет. Тогда, наверное, кавер получается. Правильно? Ой, ребята, напишите в комментариях, правильно я ответил или нет. Это песня была в таком количестве фильмов, вообще саундтреком. Она была и с Тилем Швайгером был какой-то фильм, тоже там была эта песня про босиком по мостовой еще был такой фильм. И в Шреке, и где только ни была. Получается, что это Аллилуйя. И это, ну точно это не оригинал. Потому что там столько каверов на нее было сделано. Мне кажется, первая версия какая-то другая была, наверное. Вряд ли это первая версия. Столько исполнителей, какой-то Руфус, нет, не Руфус, кто же ее перепевал? Ой, это вообще же тут, ну прям по-тоненькому, прям. Столько каверов было на нее, какой-то оригинал или нет? Пусть будет кавер. Это в джазе только девушки. Я не помню эту песню вообще до этого фильма. Наверное, это оригинал. Пусть будет оригинал, пожалуйста. Нет, как вы думаете? А что, это кавер, правда? Она была на футболе-мюзикле и включая. И потом ее перепевала одна певица, но она стала известна только тогда, когда ее спела вон-рока. Тогда назовем это образовательный вопрос. Я только что узнал что-то новое. Спасибо, ребята. Если ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь? Вы не поверите, мы пересмотрели недавно все форсажи, кроме восьмого и девятого. Это токийский дрифт, получается. Но это уж по-любому, наверное, оригинал. Это какая-то группа была. Что-то Джапан, что-то там Джапан. Что-то Джапан. Ну... Блин, или это такой кавер странный? Что типа они вот так перепели? Ну там рэп на японском. Там что-то... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Чертой змеи, вопрос о духом. Я чувствую. Пусть это будет оригинал. Фух, слава богу. А то вдруг я думал, у меня что-нибудь там перепели опять, куплеты добавили. Я так делал уже с 18 с Жуковым. Как тот момент, когда взрываются здания, они стоят и смотрят в окно. Бойцовский клуб. Эта песня. Поет очень известный коллектив ее. А я не помню какой. Кавер это или нет? Пусть будет оригинал. Нэнси Синатра. Это стопудовый оригинал. Это не оригинал? Да. Ее спела Шер. Шер? Да. До Нэнси Синатра? Да. Она была жива до этого? В смысле, она уже была взрослым человеком? Да, это какое-то читерство. Я слушал Нэнси Синатра, у меня были даже альбомы ее добавлен с этой песни. Я думал, что это ее песня. Нигде не было написано, что это кавер. Какой отстой? Нэнси Синатра знать, а что это кавер, не знать. Лошара, называйте мне так с этого дня. Все. Ну как так? Это три ошибки уже. Это, ну, я ухожу, все. Криминальное чтиво. Обожаю этот фильм. Но понятия не имею, кавер от или не оригинал. Так, ну давайте мысли логически. Тарантино использовал огромное количество музыки в своих фильмах, которая становилась культовой. В том числе и на Нэнси Синатра, которая на самом деле кавер. Это очень интересно. Girl, кто это поет? Это, может быть, это Тита Тарантула, что-нибудь такое? Как у группы «Очень голос похож». Какой-нибудь Крис Исак, может быть, это тоже. Нет, какие еще есть имена? Александра Ивазов. Нет, не подходит. Окей, тогда, тогда пусть это будет оригинал. Да е-мое! 12 вопросов и сколько раз ошибся? Четыре раза ошибся. 7 из 12. Да, ну вначале так уверенно шел вообще. Хорошо было. Потом все сломалось. Ну вот. Я расстроился. Я думал, я шарю. Я не шарю. Кинобитва со мной будет. Через недельку, наверное. Но вы там чай пока не завариваете. Скоро вернусь. Всем привет.